Все мы знаем, что сейчас вы занимаетесь агентством недвижимостью, у вас своя строительная компания, вы строите дома. Как вы из туризма перешли в застройщики? Вот такая жизнь, да? Ребята, всем привет! Сегодня у меня интервью с очень интересным человеком, замечательным человеком. Он сам турок по национальности, проживает здесь в Аланье. И сегодня у нас в Чоппа наехали Асумбей. Асумбей, расскажите немножко о себе. Кто вы, что вы, чем занимаетесь? Я? Наверное, может быть, кто-то знает из них. Начала, что сказать. Очень приятно с тобой познакомиться. Спасибо. Недавно познакомились и очень близко общаемся. Очень важно, как-то вот такие душевные, искренние люди познакомиться. Потом продолжаем еще новые пути, правильно? Так что очень приятно с вами познакомиться. Я родился в Мерсине в 81-м году. В Мерсине, Мерсин большой город, не сам город, а Селю. От Мерсина очень далеко, в Селю родился. Очень тяжело жили, в самом деле, в тот момент тяжело жили. Родители фермерским занимались. У нас свой пол не был. У кого-то работали, сутки работали, зарабатывали деньги. За эти деньги мы жили. Арендовали квартир. У нас свой частный дом тоже не было. У кого-то жили, поберемене, у нас даже, может быть, это немножко тяжело будет. У нас даже туалет не было. Да, вы что? На улице душ, ванная комната не было. У нас пять человек был, сестра, брат, мама и папа. Каждый у них свое дерево было, лимон. И каждый человек возле этого дерева душ принимал. Утром поставили ведро на крышу. Каждый человек свое ведро поставил. До вечера это греет, это вода. И вечером после поля придем и душ принимаем возле лимона дерева. Вот так и жили. Да, а вам сейчас так и не скажут, что у вас была действительно такая тяжелая сутка? Было, конечно, очень тяжело жили. Поэтому я очень хорошо знаю, что такое бедность. Что такое... Вы цените поэтому состояние, которое сейчас у вас? Конечно, когда я еду, бываю у себя родина. И мои все соседи там, которые вместе пожили, выросли. Я у них в гостях сижу, общаемся, вспоминаем наши истории. И, конечно, я никак не забываю про чаще время. Это очень хорошо. Потому что, в самом деле, я не жалею, что так я жил. Это очень хорошо. Человек как-то в настоящей жизни живет, много что-то, опыт набирает, много что-то знает. Не просто так, хорошо, что у меня деньги не осталось от родителей. Я очень рад. Понимаешь? Здесь, может быть, по-другому совсем, у меня другая жизнь была бы. Да, согласен. Цена и что-то такое, сельской жизни, бедности, что-то такое, деньги есть. Это я очень хорошо. Поэтому я, слава богу, сейчас хорошо зарабатываю, но эти деньги я не толку деля себе. Раздаю. Раздаю кому нужно. То есть вы занимаетесь еще благотворительностью, правильно? Ну, конечно, конечно. Это очень хорошо. Расскажите, мы вот пока сидели здесь, Асамбей немножко рассказал о том, что вот это все вышивала его мама своими руками. Да, моя мама вышивала и шила это на волочке. И за эти деньги мы учили, жили вечером. Вышивала, в нем поле работали. И раньше это модно было. Я не знаю, в Казахстане, Россия была это? У нас такого не было. Оно тоже вышивали крестиком, тоже было такое. Вот это раньше модно было. Вот это все, вот эта подушка, это все, это модно было. Все, кто собирался жениться, кто замуж, приданное. Это типа заранее готовить невестка. Ага, и ваша мама, получается, готовила невестам приданное. Да, они купили у них, у нее купили. Это перед свадьбой, должна быть дома вот такая вещь, текстиль. Сейчас, конечно, такого нет. Сейчас разнообразные, много вещей есть. А раньше стандартно, вот одно и то же было, посуда тоже так же. Вот это одинаковая посуда была. Даже чтобы соседям, можно это? Раньше так вода, сейчас вот такой пьем, а раньше вот так пили. А с соседями у всех одинаково было, поэтому мы покрасили, чтобы не перепутать с соседями. Синий свет. Да, вы что? То есть, чтобы соседская кружка не перепуталась с вашей кружкой. Потому что раньше более общительной было, общались друг с другом. У кого соль нет, у кого йогурт нет, у кого макарон нет, мы друг друга перевезли. Мы открыто было все, а сейчас все закрыто, люди, бойцы друг друга что-то перенести. Раньше на ужин что-то готовили, мы без соседей не смогли кушать. А, то есть вы настолько близко раньше? Конечно, у нас там сели, частный дом, люди все друг друга знают. Иногда ругаемся, завтра помиримся, и курица заходит, петрушка кушает. Вот это из-за петрушки, из-за, как это, курица, из-за этого ругались, дрались. Но после завтра опять помирились. Вот такое искреннее отношение было. Это хорошо. И вас до сих пор, получается, помнят у вас на родине? Конечно, я туда еду, у меня папа там, брат там, конечно. То есть семья осталась там? Да, у нас там, конечно, соседи, у меня друзья, которые детские друзья, я с ними общаюсь. А вот расскажите, почему тогда вы из Мерсина переехали сюда, в Аланье? То есть как получилось, что вы вообще оказались в Аланье? И что поспособствовало вашему переезду сюда? Знаете, я немножко странный человек. Селю живу, у меня там тоже 5-6 друзья были вместе, которые играли. Они стандартные были, а я по-другому. Немножко я селю живу, все равно я в центре, театре, радио, вот туда ходил. Постоянно велосипедом, пешком, как-то холодно было, как-то дождь было. Я все равно, меня тянет, интересно было в другой жизни, что-то делать. Просто там поле работал, но все равно у меня внутри другая жизнь была. Хочется быть полезным, хочется что-то выйти, оттуда что-то делать по-своему. Потому что я всегда переживал в поле работать, это без конца, а после 40 лет, после 50 лет, что будет. Я всегда за это переживал, поэтому я убежал из дома. Это первый раз я тебе рассказываю. Да вы что? Убежал. И сколько лет вы убежали из дома? Очень, конечно, это неправильно. Это, хочу сказать, молодые люди, чтобы эти примеры не брали. Плохой пример. Плохой пример, я убежал из дома, я оставил свои вещи, одежды возле реки, там в Селивке есть река, чтобы они думали, я утонул, умер. Какой вы находчивый. Да, потому что я думал, что больше не буду возвращаться, все они про меня будут забывать. Вы ходили с концами везти. Да, я сядил в автобус вечером ночью и приехал в Анталию, все, новая жизнь начинается. А там люди меня искали, мама, папа, конечно, это тяжело было, это неправильно было. Мне было тогда 19 лет. 19 лет, вы 19 лет убежали из дома. Потом, конечно, меня сразу в Анталию поймали, потому что из села вышел, первый раз новый город, новые люди, я потерял себя, я плакал, там сижу, еще я там в середине ночи был в Анталии, я думал, что днем там буду, еще не рассчитывал просто. Да, да, вот так эта ошибка была, но после этой ошибки уже я вытащил от себя, оттуда, уже родители сами пускали меня, после этого уже я начал работать летом, каждое лето в Анталии были, Кемер, Сиде, разные отели, разные районы, каждый лето работал, и зима учил. Потом время прошло, я уже на Висекте приехал в Анталию, 4-7 лет там жил, зима учил в Киргизстане, я поступил в университет в Бишкеке в 2003 году, и зима там учил, летом здесь работал, Бишкек это была для меня вторая жизнь, моя вторая родина, потому что русский язык учил, у бабушки, у дедушки жил, кому деньги нужны, потому что у меня тоже денег нет, то я сам себе работаю, учил, родители ничего не могут делать, вот это тяжелая жизнь, я знаю, что все равно будет хорошо, я никогда не страдал, я плохо живу, я тяжело жил, у меня там друзья в Бишкеке, Киргизстане, в Киргизстане хорошие жили, они деньги тратили свободные, а я ограничение было, я в Секте у бабушки, почему у бабушки жил, у кого денег нет, 50 долларов в месяц, там как квальтерант. Да, вы жили на подселении, но я за это никогда не жаловал, не переживал, потому что я в Секте думал, что это будущее, самое главное, здоровье есть, я знал, что у меня в Секте будет хорошо. И после Бишкеке, вот там жили, очень большой опыт набрали, понятно, что там где-то очень плохой ситуация попали, там революция была в тот момент, в 1994 году, в 2005 году, революция была ужасная, я тоже воевал, мне интересно было, бабушка говорит, нельзя уйти, нельзя уйти, три дня дома будем, я говорю, как три дня дома будем, я с ума сойду, конечно, я здесь такого нету, просто, мне представлений нету, я потом вышел, убежал тоже из дома, а так бабушка тоже. Как колокол, да, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Вот потом я попал в площадь, война, настоящая война, люди лошадом катаются, там женщина готовит еду, кормит мужчин, ужасно было это, действительно, поэтому я в Бишкеке очень люблю, потому что я свои глаза там открывал, мол, мир там начал, но просто для стабильности нужно это уже закончить, каждый выбор там какой-то революция. Да, там тяжеловато, давайте продолжим, получается, вы были в Бишкеке, жили у бабушки с дедушкой, русскому языку, получается, вы научились именно там? Да, там начал, я так до Бишкеке даже не знал, как дела, хорошо, плохо, я тебя люблю, бардак, остановка, ничего не знал. Я главное, чтобы что-то новое делал, университет учил, рано или поздно это пройдет, я сам, так сам себе думал. И билет купил, каждый недель один самолет летал из Истамбул, билет купил и улетел, как-то самолет, я так-то понял, куда я летаю, да я даже не знаю, карта, карта не посмотрю, где эта страна находится. То есть вы просто ткнули вот так пальцем в небо, может, и полетели, не пошли? Нет, у нас есть договор, у нас между Казахстаном, азийской страной и Турцией, они имеют право здесь учиться поступать, мы имеем право там поступать. Я после экзамен задал и поступил там. Вы, получается, студент по обмену были? Да, да, да. И летаю в самолет, так сильно плакал, плакал, куда летаю, грустно было просто, понимаешь? Все, уже поздно. Вам в этот момент было 22. 22 было, да. И вот вы в 22 года полетели в Бишкек на обучение, вот, а учились вы, получается, на кого? Сначала было географический, потом я поменял менеджмент и туризм. Менеджмент и туризм, хорошо. Академия туризма, да. Менеджмент и туризм, и все мы знаем, что сейчас вы занимаетесь агентством недвижимости, у вас своя строительная компания, вы строите. Да, вот как вы из туризма перешли в застройщики? Вот такая жизнь, да. Вообще, рассчитываешь одно, получается совсем другое. Жизнь такая интересная. Я сам тоже не понял, как попал. И самое главное, просто так работать сильно и честно, и порядочным быть. Потому что как-то сильно хорошо работаешь, все равно иногда открывается новый путь, новую дорогу. Новые хорошие люди тебе помогают, направляют тебе. У меня столько хороших людей было, когда в отеле работал. Мой генеральный директор, еще другие люди, все это мне помогали. Я им тоже отдельно благодарю. Просто как-то человек работает искренне, хорошо, поверите мне, хороших людей тоже много. Они помогают, они замечают тебе. Шестьдесят пять персоналов у меня было в отеле, где я работал. Из них выбрал мой генеральный директор меня. То есть вас всегда отмечали? Я выбрал, отмечал меня. Всегда, куда он пошел, в другой отель, в другой район, меня всегда с собой забрал. То есть как хорошего сотрудника? Конечно, близкий, у него рядом, всегда я был, всегда я ему помогал. Поэтому он всегда с собой семь лет вместе работал. И поэтому я хочу сказать, очень важно, когда человек не просто так работает. Любой человек может работать, правильно? Еще быть порядочным. Еще нужно серьезно относиться к своей работе. Людям надо серьезно относиться. Это очень важно. И потом время прошло, и все. Потом я еще между Кыргызстаном и Алани, два года, еще два зима я жил в Москве. А, вы еще в Москве? Успел, туда тоже успел. В Москве тоже жил. Но как-то в Москве поехал, я думал, что я там останусь. Я потом как-то туда перелетел, мороз, снег. Я туда поехал, рубашками коротко, а меня друг встречал там. Через окно смотрит, с ума сошел, что ли говорит. Здесь мороз, Домодедово перелетел, везде мороз. И там два зима жил. Потом после этого уже время идет, возраст уже 28-29. И отель тоже работали много. Но отельной жизни, конечно, как-то вот это молодое время, хорошо. Опыт набираешь, много что-то учишь, зарабатываешь деньги. Но зима там тяжеловато. Зима тяжело, зима там работа. Вы сами знаете, они персонал убирают, уходят. Нестабильная работа. Сезонная работа. И потом я думал, что надо стабильнее работать, сработать, работать. Потом меня пригласили. Я сейчас не помню, через кого. Кто-то меня рекомендовал. Приклассили меня на работу в Аланья. Компания. Я из Аланья переехал. На автобус, машина не была, на автобус переехал. И договорились, свой чемодан забрал, переехал здесь. Начала работать одна большая компания. Все, вот так начал. Я, конечно, даже не знал недвижимость, что такое. Не знал просто. Я слова не смог сказать. Всегда эмлак говорили. Эмлак говорили. Слово не знал. Как-то друзья мне звонили, чем ты занимаешься, Аланья. Я эмлак говорили. Потом же не знал, что такое недвижимость. Поэтому набрали очень хороший опыт. Я сам тоже не ожидал, что я недвижимостьом буду заниматься. Это очень серьезная работа. У меня жизнь немножко как это... Я люблю перекалиться. Шутить. Шутить. Это серьезная очень работа. Особенно как-то зарубежный недвижимость. Потому что это полностью доверие. Опыт набрали. И я на пляже тоже клиента искал. На пляже клиента нашел. На улице нашел, искал. Я вообще не стесняюсь как-то работу. Да, я вижу, по-моему, что вы не стесняйтесь. Случу сказать, что Асабий сам ведет свой YouTube-канал. Он всегда сам все рассказывает. И на русском языке очень много подписчиков, кстати. Вот, подписывайтесь на его канал. А по поводу русского языка. Вот вы так хорошо говорите на русском языке. У вас семья, дети, жена. А они разговаривают на русском языке? Жена не разговаривает. Это хорошо. Где-то что-то не понимает. Шучу, конечно. Она турчанка. У нее совсем другая работа. Она русский язык. Вот это наша работа немножко далеко. У нее своя другая работа. Дочка очень хорошо понимает, знает. Даже она меня исправляет. Дочка? Дочка 4 года. Потому что у нас дома очень хорошо. Мы ее считаем, что тоже член семья. Помощник есть. Она очень хорошо помогает нам. И они вместе начали говорить. Когда дочка маленькая была. И она очень хорошо без акцента говорит. Даже она как-то дома сидит. Сам себе уже по-русски думает. По-русски разговаривает. Она говорит, я кулепника говорю. Она говорит, нет, папочка, кулепничка. Кулепничка. Я видела видео с общей ночерью. Я говорю, яблоко. Она говорит, не яблочко. Она все время так уменьшительная. А сын у вас не разговаривает? Сын понимает, немножко говорит, но не как дочка. Понимает, как-то захочет. Сын немножко другой характер. Дочка, она упорство есть. Ей все интересно. Ей все интересно. Она общительная. А сын более тихо, спокойно. Более немножко тоже ленивый. Дочка в вас пошла, а сын, наверное, в... Я знаю, кому пошла. Не скажу. Не жену, но пошла кому. Гены есть гены. Есть, есть папа. Моя папа пошла. Папа серьезный. Да, 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 серьезный. Сын, он душевный. Он совесть. У него совесть есть. Он переживает просто. Но это дитя пройдет, я думаю, что сейчас. Ему семь лет, восемь лет. Сын уже семь получается, дочери четыре. Да, да. А расскажите немножко все-таки о своей компании. Чем вы занимаетесь? Вы говорите, что недвижимостью занимаетесь. И я так еще немножко сказала, что вы еще и строите дома. То есть сколько лет вы уже на рынке? Вообще, официально 10 лет, но я 13 лет занимаюсь недвижимостью. Очень быстро начал. У меня сразу жизнь поменял. На выставке ездили, семинарии ездили. Разные, много стран были. Часто были раньше. Сейчас из-за пандемии не едем. Начали мы как агентство недвижимость, начали работать. И до сих пор работаем агентство недвижимость. И потом мне предлагали строить дома. И я сначала отказывал, зачем мне строить дома. Достаточно. Очень много стройка есть, правильно? Много людей строят. Очень много стройка. Еще я немножко тяжелый человек. Очень... Как-то что-то буду делать, это должно быть качество, хорошо. Я не просто так, давай, давай, это давай. Пусть это, да. Если буду делать, качество, хорошо. Пусть немножко дороговато будет, но качество, правильно? Я по-другому не могу спокойно спать. И потом нашли хорошее месторасположение. Два проекта, делали два проекта. Один проект, центр Алания, с видом на море. Уникальный проект. Такого месторасположения сейчас нет. В данный момент, центр города, с видом на море. Качество, система, умный дом. Очень хороший проект. Там было. И потом второй проект, который первый проект. Вы обе находите, оба лайф-суит. Это более семейный дом. Большая площадь. Свой частный гараж. Собственный гараж. И более отдельно. На высоте находится немножко. Тихо, спокойно. Да. Тихо, спокойно. Отдельно кухня. Там каждый квадрат своя кладовка есть. Там не экономили. Там именно для семья. Семейный дом. Перемейный дом построили. Качество, хорошо. Очень качество, дорогие материалы использовали. И все люди, когда заходят, они тоже замечают это. Я оценила качество. Да. Кто купил, сейчас в данный момент там живут. Они тоже все довольны, счастливы. И маленькие, но элитные. Красиво, уютно. Вот 18 квадрата. Большая квадрата. И два проекта пока. Пока на данный момент два проекта. Да, два. То есть вы на данный момент позиционируете себя как человек-перфекционист, который за качество. И вы видите себя в застройщиках дальше? То есть вы планируете еще? Конечно. Конечно. Но качество очень важно. Потому что много людей, когда здесь недвижимость покупают, через 2-3 года они жалуются. Что то вода идет, то это не работает. Потому что вы дешево купили. Просто так что-то дешево не бывает. Правда? Дешево купили, потому что материал дешевый был. Может быть красивая краска была, обувь красивая была, но внутренний материал, изолация, бетон, вот этот жалюзий, это важно просто, понимаете? Важно. Просто недвижимость это для здоровья тоже важно. Вы там будете кушать, сидеть, лежать, спать, в этой стене вы будете дышать. Правильно? Понимаете, что у кого-то может быть денег не хватает, у каждого свой карман, правильно? Но все равно надо иногда немножко разбираться в качестве и месторасположении. Месторасположение в Алании вообще играет огромное. А расскажите тогда что-нибудь моим подписчикам, то есть, что бы вы им пожелали от себя лично, вот мы потихонечку будем уже так завершать интервью, вот, и что бы вы от себя им пожелали. То есть, многие хотят сюда переехать, и смотря мои видео, они планируют сюда переехать. Вот недавно у нас была семья здесь из Казахстана, они по YouTube тоже сюда приехали. То есть, что бы вы могли им посоветовать, может быть, какую-то напоследованию? Большинство людей, я помню, что Казахстан, да? Да, в основном в Казахстане. То есть, сама казачка? Откуда? Я сама из Актау, но приехала сюда из Караганды. То есть, в последнее время я жила в Караганде, вот, и приехала сюда из Караганды. Поэтому очень много людей у меня, кто из Караганды, меня смотрит и говорит, что землячка, я и в Караганде, я и Актауская. Сколько лет ты здесь? Я здесь ровно год. В Алании всего лишь год, но почему-то многие думают, что я здесь уже очень давно живу. Такое ощущение, да, как будто 20 лет живешь. Как будто бы 20 лет нет. Ты очень общительный человек, просто активный, общительный человек. Возможно, да. Да. И тогда я пою, да? Давайте, давайте. Пусть подарок будет для твоей подписчики. Давайте. Як гель бельдин не варсай, гёзем ёк пара пулда. А теперь перевод, пожалуйста. Як, это горит. Як горит, гель, всё равно переходи. Як гель бельдин не варса, сад гель, гёзем ёк пара пулда, ялныз санадыр бу хасритин. Дёнь гель, вактимиз даралды затэн. Шу ялан дюнья да, гель, инады сэвдиин. Приходите к нам сюда в Алайю, мы вас всех ждем, приезжайте к нам, и возможно мы также возьмем у вас интервью в следующий раз. Ждем вас в офисе у Асамбея, приезжайте к нам. Все зрители желают счастья, здоровья и самое главное здоровья, правда? Да, особенно сейчас, наверное, в 2020 году все люди это понимали, здоровье очень важно, есть у вас семья здоровья, дети здоровья, дети у вас рядом, остальные все пройдет, друзья, не переживайте, не переживайте, удачи, пока-пока. Удачи, спасибо большое, спасибо вам за интервью. Вам тоже спасибо. Сейчас, раз, два, три, я уже нажала на кнопку и поедем. И автоматически начинает, да? Да. Давайте, это у вас откуда, кстати? От мамы осталась, она вышивала все это. А, поэтому. Она вышивала, это все, она продала за эти деньги, мы жили, учили. Да вы что, она жили, продавала, конечно. Да, вечером, после поля, днем поля работала, вечером подсветка у нас электричества не было, свет не было, под это она шила и продала за эти деньги. Мы ему учили, и в четырнадцатом году, ровно сегодня, сегодня она умерла, 8 января, и осталось только эти вещи. Позже ничего не осталось от нее меня. Да, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...